Франкфурт и Рунщау, Германия Смертная казнь для предателей и деталбийц Штефан Шоль Франкфурт и Рунщау, Германия 18 октября 2019 года Трагедия в Саратове была ужасна, но подозреваемый уже задержанный дал признательные показания Стоит ли вернуть смертную казнь для деталбийц и педофилов? На странице Государственной Думы в российской социальной сети ВКонтакте соотношение голосов очевидно Из 144 тысяч 300 человек, ответивших на этот вопрос до вчерашнего полудня 79,16% проголосовали за и лишь 17,38% против Дискуссия развернулась после убийства 9-летней девочки в Саратове В поисках пропавшего ребенка принимали участие почти 3000 добровольцев и через два дня обнаружили тело Предполагаемый убийца ранее уже был осужден за изнасилование В городе состоялись уличные протесты, участники которых требовали отдать им подозреваемого на растерзание Одной из ключевых внутриполитических тем неожиданно стал возврат к высшей мере наказания, как в России еще называют смертную казнь Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных Терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству, заявил Евгений Примаков, депутат Государственной Думы от Саратовской области, представляющий провластную партию Единая Россия Коммунистка Ольга Алимова, также представляющая Саратов, согласилась с ним Мы заигрались в демократию и толерантность Представители трех парламентских фракций высказались аналогично А известный телеведущий Владимир Соловьев сказал Я добрый человек, потому я за смертную казнь Глава МВД России Владимир Колокольцев и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин еще раньше высказывались за введение высшей меры наказания Многие наблюдатели считают голосование на странице Госдумы в социальной сети своего рода пробным шаром Впрочем, представители более высоких властных кругов не поддерживают эту инициативу Суд линча и смертная казнь, не панацея, считает Анастасия Кашварова, помощница председателя Госдумы Вячеслава Валорина Впрочем, для Владимира Путина разгоревшиеся дебаты вполне выгодны, считает оппозиционер Сергей Давидис Они всего лишь подтверждают его систему так называемых традиционных ценностей Патриархальную систему, частью которой является и смертная казнь В то же время, по его словам, Кремлю после возвращения российской делегации в пассе выгодно показать себя на международной арене либеральным А сайт Разбалт написал, что Путин с удовольствием позиционирует себя единственным европейцем России Любя свой народ со всей глубиной чувства, он с заботой противостоит низменным инстинктам простого народа Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ